Ругаться матом в соцсетях теперь запрещено законодательно. Социальные сети с посещаемостью более 500 тысяч человек должны лично проводить мониторинг своего контента и оперативно удалять информацию с оскорблением органов власти, призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и суициду, а также материалы, содержащие детскую порнографию, рецепты наркотиков, рекламу алкоголя, интернет-казино и нецензурную брань. Те, кто вовремя не заблокирует нарушителей спокойствия, ждут штрафы. Ольга Золотина изучила вопрос и нашла ответ. Чем заменить крепкое слово, которое теперь в уме закона? Больше не позволят, сколько ни проси, материться уволен на Святой Руси. Простите, но я буду воспроизводить как есть, ладно? Потому что кое-кто, забывший страх, всех хуй кроет в соцсетях. Только закон вышел и уже обратная связь. В свойственной ему манере стихи написал и выложил на своей странице Сергей Прокофьев. От крепких слов калужский поэт-любитель даже сейчас отказываться не собирается. Ну вот, кому нужно сидеть, вылавливать мои посты в соцсетях при просмотре, там, условно говоря, в 100-200 просмотров? Ну, кому это интересно? Кому это надо? Представляете, какой штат сотрудников надо набрать для того, чтобы фильтровать? Пусть даже по поиску. Ну, вот срамота, да? Такую фразу можно оставить. В других случаях, конечно, мы будем расценивать это иначе. Сотрудники портала «Калуга.Поиск» теперь занимаются поисковыми работами и на своей странице. Ведь по закону за ругательство придется отвечать им, а не автору комментария. Цензура была и раньше, но на добровольных началах. Матфильтрует специальная программа. Но вот только намеки она не понимает. С точки зрения закона, даже если стоят звездочки и понятно, что это за слово, все равно это слово должно быть убрано полностью. Сейчас, фактически, нужно, помимо того, что есть автоматическая модерация, необходимо еще вручную обязательно просматривать то, что оставляет пользователи, и большую часть, конечно, корректировать. Негативное отношение к матерным словам было не всегда. Изначально у славян-язычников они считались сакральными символами плодородия и относились к аграрным терминам. Например, слово, которое обозначает мужской телесный низ, имеет в литературном языке однокоренное слово, слово «хвоя», поскольку в славянском языке это слово изначально обозначало отросток, побег. С принятием христианства многие вещи, связанные с язычеством, оказались не в чести. Под раздачу попали и заветные четыре слова. Сначала выражаться просто считалось не комильфо. Окончательно же их внесли в черный список в XVIII веке. В наше время частое употребление ругательств, по мнению психологов, говорит о душевной незрелости и комплексах. Более того, сексологи говорят о том, и они имеют, кстати, исследование о том, что есть корреляция между использованием определенных матерных выражений и фобиями, либо сексуальными отклонениями и расстройствами в определенной сфере. Впрочем, считают психологи, сдерживать себя, когда хочется ругнуться, вредно. Но эмоции лучше выплескивать законопослушно. Когда слов нет, одни эмоции, слова все-таки появляются. Правда, не вполне приличные. Однако, если хорошо подумать, их все-таки можно заменить. Спросим у кулужан, как? Ну как, просто не ругаться и все. Махнуть руку. Ребенок всегда, когда чем-то недоволен, он рычит. Ну вот я, наверное, думаю, хорошая замена. Рррр, и все. Можно ведь добрым словом все это ответить. Правильно? Заменять ругательство безобидными словами – практика не новая. Вспомнить хотя бы тюремные жаргоны из джентльменов удачи. Пиши. Редиска. Поставь тюре. Нехороший человек. Слово к уголовному сленгу отношения не имеет. Его сценаристы употребили из-за той же цензуры. Где-то прочитали, как Ленин называл редиской Троцкого, намекая на то, что тот красный снаружи, а белый внутри. И хорошим человеком его при этом вряд ли считал. А что может оказаться в интернете оскорблением – вопрос открытый. Законодательно не урегулировано понятие «нецензурная броня», так же, как и «нецензурная лексика». Поэтому в каждом конкретном случае будет рассматриваться отдельно. Каждый конкретный контекст, каждой публикации будет рассматриваться отдельно. Если у админа в соцсети есть сомнения насчет высказываний, они могут обратиться в Роскомнадзор. А там уже проведут экспертизу. Если же «нецензурная речь» останется без внимания, то сайт накажут. Штраф для физлиц – до 100 тысяч рублей. Для юрлиц – до 4 миллионов. Поэт-любитель Прокофьев штрафов не боится. Он по-прежнему публикует матерные стихи. Правда, только у себя на странице. Паблики его творчества не признают. Если вы все-таки не можете промолчать и хочется ругнуться крепким словом в комментариях, то и не сдерживайте себя. Пишите все, что на душе накипело. Только потом не забудьте все стереть. Так вы и душу отведете, и закон не нарушите.